Китай, который является одной из ведущих стран по поставкам защитных масок, востребованных во всем мире из-за эпидемии коронавируса, подвергает уйгуров трудовой эксплуатации. В ходе расследования исследовательской группы New York Times было установлено, что некоторые китайские производители эксплуатируют уйгуров. Эксперты говорят, что работники данных предприятий и заводов не имеют свободы выбора. По данным Китайского национального управления по контролю лекарственных средств, до начала эпидемии в Восточном Туркестане функционировало 4 компании, производящих медикаменты и защитное оборудование. Но по состоянию на 30 июня их количество выросло до 51. Сравнивая информацию государственных СМИ Китая с другими данными, New York Times обнаружила, что по крайней мере 17 из этих компаний замешаны в программе по трансферу рабочей силы. Несмотря на то, что основная часть компании производила продукцию для внутреннего рынка, было установлено, что некоторые из них использовали уйгуров в качестве дешевой рабочей силы для экспорта своей продукции. Например, медицинская компания провинции Хубей, в которую было направлено около 100 уйгуров, экспортировала защитные маски в США. Министр торговли США Уилбур Рос сообщил, что министерство включило в список санкций 11 китайских компаний, замешанных в нарушении прав человека в Восточном Туркестане. «Благодаря решению, которое было принято сегодня, мы обеспечили сохранность американских товаров и технологий от использования со стороны Коммунистической партии Китая нарушений прав мусульман», — заявил Рос. В письменном заявлении отмечается, что сотрудники министерства выявили более 10 китайских компаний, причастных к гонениям, массовым арестам, принудительному труду, незаконному сбору биометрических данных и геометическому анализу. Кроме того, 22 мая Министерство торговли США включило в черный список 9 китайских организаций за правонарушения в Ульгурском регионе. Лондон в связи с принятием в Китае закона о национальной безопасности принял решение немедленно приостановить действие соглашения с Гонконгом об экстрадиции, объявил в понедельник в Палате общин британского парламента министр иностранных дел Великобритании Доминик Ра. «Мы с другими министрами согласились тотчас же приостановить действие договора на неопределенный срок», — отметил министр, подчеркнув, что это решение останется в силе, пока Лондон не получит гарантии отсутствия злоупотребления по отношению к лицам, экстрадируемым из Великобритании в Гонконг. Ра повторил позицию Лондона, согласно которой закон о национальной безопасности Гонконга является нарушением Объединенной китайско-британской декларации 1984 года о передаче Гонконга под суверенитет Китая. Кроме этого, Ра выразил обеспокоенность текущей ситуации восточного Туркестана. Решение Лондона положило конец золотому веку в англо-китайских отношениях, которые укрепились в 2015 году во время правления Дэвида Камерона. В свою очередь, Китай выступил против запрета на использование в Англии продукции хуавлей и отмене закона об экстрадиции. В период роста числа случаев китайского вируса в Казахстане и других странах Центральной Азии, выяснилось, что жители данных стран не могут получить достаточную медицинскую помощь. Правительства стран Центральной Азии не оказывают поддержку своему народу в борьбе с коронавирусом. Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, ответственность за поддержку населения в это нелегкое время взяли на себя бизнесмены и волонтеры, которые помогают общественности получить медицинскую помощь и решить другие вопросы. В Черном море стартовали учения Сибриз-2020, в которых принимают участие 8 стран. В учениях, кроме военных из Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины. В этом году из-за пандемии коронавируса международные учения серии Сибриз ограничатся только морской фазой с привлечением авиации. Все совместные мероприятия будут разворачиваться в акватории Черного моря без контакта личного состава. Всего в учениях Сибриз примет участие около 2000 человек и будет задействовано более 20 кораблей, а также самолеты и вертолеты. Международные учения продлятся 7 дней.